здравствуйте дамы и господа это итоги года прошедшего 2023 я выделил 5 основных пунктов которыми я занимался в ушедшем году на первом месте это огороды огороды и сад уже не первый год выращиваю об этом еще не было видео на канале кроме как подписчикам бусти и спонсорам канала об огороде и саде будет еще отдельное большое видео вот у меня участок 25 соток и он уже фактически весь засажен деревьями кустарниками площадями для обычного огорода так вкратце что у меня уже растет это допустим азимина гранат хурма съедобный каштан жимолость ирга персиков много будина шелковица ну это из такого чего-то такого необычного что у нас белоруссии далеко не все выращивают было высажено огромное количество сосен вдоль участка по контуру участка чтобы создать такую зону тепла непродуваемую ветром кедровые сосны маньчжурская сосна огромное количество прививок плодовых деревьев было сделано у нас здесь дело в том что деревня раньше была и сейчас вроде как чистится еще деревня и здесь паслись кони эти кони ели дикие яблони груши и огромное количество саженцев растет по всем участкам груш и яблонь этот год мне очень так явно открыл глаза на сортовые качества растений тех же допустим томатов есть такая за такое заболевание как фитофтора многие огородники кто выращивают томаты слышали об этом вот видно да белая ты пытался бордовской жидкостью как-то приостановить размножение фитофторы чтобы дать возможность плодам созреть вот что происходит с плодами как фитофтора их жрет и вот есть сорта которые устойчивы к этому заболеванию меня было большое удивление что вот в этом году было большое нашествие фитофторы а у меня есть один сорт нашей белорусской селекции который вообще не заболел фитофторы я был в шоке я так боролся с этой фитофторы весь год а вот сейчас назову даже этот сорт называется ирма в следующем году буду этого томата вращивать больше всего еще открытие года небольшое это томат сорт кроха он тоже достаточно такой устойчивый к заболеваниям он достаточно ранний и у него маленькие томатики как черри мат и кроха сорт остались у сергея на грядках вот пришел специально чтобы показать какие-нибудь прикольные все почти собрано остались вот остатки хотя тут еще зеленых куча спеет то сколько я уже высадил за последние два года привело меня к пониманию тому что мне необходим капельный полив всего своего участка какие-нибудь основных таких деревьев по причине того что когда я начинаю поливать весь свой участок все огороды то у меня уходит день времени что все это полить ну и плюс поливаю холодной водой получается скважины это не так хорошо растения для экономии времени в следующем году то есть в этом уже займусь созданием капельного полива также у меня пришло понимание того насколько необходимо построить теплицу как-то был в гостях у местной бабушки к ней приехали родственники и где-то это был октябрь месяц и они привезли перцы я такой в шутку что ха ха наверное перцы это уже у вас еще вы еще собираете свои перцы но октябрь месяц ки ну да это последний перцы которые собрали эту как уже ж морозы были уже все должно было отмереть они говорят у нас теплица прикольно то есть теплица мало того что защищает твои растения от непогоды от заморозков от перевлажненного грунта так еще ты увеличиваешь сезон сбора урожая вот чисто для этого я хочу сделать теплицу ну про огороды еще отдельного контента нету это видео обязательно появится и переходим к второму пункту я достроил в прошлом году последнюю комнату в доме об этом строительстве есть огромнейшее видео на канале поэтому останавливаться на этом сильно не буду печка уже полным ходом топится все в порядке но видимо печку придется менять ну потому что в ней проблемы с тягой как я об этом же и сказал в том большом видео о строительстве последней комнаты это была экспериментальная печь ну и она оказалась неудачная третий пункт это заменили пол в доме сергея который построен по технологии глиночурка из дров и глины дом построен в нем был глиняный пол ли вы содрали всю глину и сделали слой бетонного пола который декоративно оформили об этом есть большое видео на канале так что посмотрите обязательно пол получился шикарный и все с ним больше нет никаких проблем четвертый пункт пристройка к дровнику помимо всего за год чем я занимался это сделал пристройку к дровнику с каждым годом мне приходит все больше больше понимания с каждым годом жизни на земле что необходимо как можно больше складских всяких помещений если ты живешь в городе то тебе как бы до нужна кладовка нужны помещения нужны шкафчики чтобы одежду хранить но живя на земле ты обзаводишься различными нестяками которые и выкинуть жалко и которые всегда потом пригождаются в процессе жизни на земле до этого у меня была одна маленькая кладочка пристроена к дровнику а сейчас я построил второе помещение даже больше чем первая кладовка это вроде мелочь но на это было потрачено достаточно много времени но те кто живут в своем доме занимаются садоводством те прекрасно понимают о чем идет речь что у тебя постоянная борьба с отсутствием места куда все к складировать меня есть кладовка еще в доме которая уже полностью забита закатками вещами закатки кстати все были сделаны благодаря тому что я вырастил за этот год и 5 последний пункт это заменил лестницу подъема на крышу моего дома у меня напомню в доме земляная крыша добавил опилок в крышу у меня утеплитель в крыше опилки и опилки за сколько пять лет наверное уселись и потеряли слегка свою тепло сберегающую функцию об этом всем есть подробное отдельное видео зачем я это делал что это такое и о чем вообще обязательно посмотрите кто этого еще не видел в процессе когда строил лестницу то делалось пристройка к дровнику и еще я уже запланировал уже начал строить огромную такую аллею из столбов идея мне этой аллеи как бы арочной системы туннеля из столбов родилась по причине того что я высадил большое количество винограда для виноградов мне нужны шпалеры из чего сделать так просто дешево шпалеры мне не пришло на ум кроме как залить бетонные столбики между виноградами поставить дубовые столбы а дубовые столбы должны что-то крепится в итоге мне получится туннель такой огромный до самого конца участка по принципу как в японии есть так называемые тори можете погуглить что это такое как это выглядит и вот в японии часто делают такие большие туннели есть один знаменитый туннель и в итоге у меня получится нечто такое же ну и в процессе строительства пристройки к дровнику и строительство лестницы был пристроен опять же к этому дровнику каркас по которому будет виться глициния глициния уже посажена растет в итоге получится какая-то неописуемая красота у нас уже месяц идет снег периодически и целый месяц минусовые температуры это первый новый год который я встретил мирном и он был со снегом и сейчас снега по колено и до сих пор снег продолжает падать и в течение недели будущих недель также передают снегопады постоянные это очень хорошо потому что участок мой находится на холме песчаном холме здесь всегда недостаток влаги недостаток воды земля очень быстро пересыхает а то что не успела высохнуть вода уходит в грунтовые воды на глубину в 10 метров поэтому снег это хорошо навалит и напитает мою землю влагой вот и все спасибо что посмотрели это видео с вами был я евгений роевский мой дом построенный из глины из самана и это место находится в беларуси в гомельской области все всем пока что снежочком завалило да вот мой так называемый хоз комплекс здесь каркас для глицении дрова и доски это было основное помещение для хранения кладовка какая-то а вот это то что пристроил в прошедшем году еще предстоит все это обработать доску сделать ее желтой щасать и верхний слой выгоревшие от утрофиолета и покрыть лаком точно так же как сделано с этими досками чтобы пристройка была в единый тон но это еще не вся пристройка здесь дощатый пол вот здесь есть такой выступ в этом выступе спрятаны лопаты ведра маленькая кладовочка а дальше от этого каркаса для глицении вот пошли следующие столбы они еще не перевязаны эти столбы пойдут до самого конца участка вот туда за эту сосну туда вот прям кустам потому что здесь везде посажено актинидия а там дальше виноград все укрыто сейчас на зиму а